В этом ролике я покажу, как делаю ящики на прямых шипах. Для этого использую фрезерный стол, для которого сделал самодельную каретку-шипорезку. Для первой пробы будет небольшой ящик из фанеры толщиной 12 мм. Для изготовления шипов выбираю фрезу диаметром 10 мм и устанавливаю ее на фрезер Тритон. Потом устанавливаю каретку на фрезерный стол. Для обеспечения угла в 90 градусов использованы вот такие самодельные деревянные уголки. Она изготовлена также из фанеры. Для передвижения каретки по фрезерному столу использованы алюминиевые направляющие Т-треки, купленные на Алиэкспресс. Ссылка дана в описании. Они, конечно, стоили каких-то денег, но зато каретка скользит по столу без рывков и перекосов. Затем я изготовил из фанеры и брусочка шаблон. Для этого сначала в фанере 10 мм фрезой фрезеруется паз, а затем на расстоянии 10 мм от края паза вставляется брусок сечением 10 на 10 мм. Этот шаблон устанавливается на каретку так, чтобы паз шаблона совпадал с фрезой на столе. Я креплю шаблон специальными зажимами, используя Т-трек в вмонтированную вертикальную стенку каретки. Затем проверяю расстояние от фрезы до бруска на шаблоне. Проверяю ширину паза. Измеряю ширину этого бруска. Получились все значения 10,3 мм. И фреза у меня 10 мм. Так паз будет равен выступу и соединение получится. Следующий шаг. Нужно задать вылет фрезы. Глубина паза и ширина шипа должны совпадать с толщиной стенки коробки. Кладу кусочек фанеры на стол и подвожу фрезу к краю поверхности. Но я делаю этот размер чуть больше, буквально на полмиллиметра. Потому что потом, после сборки, легче шлифовать едва выступающие выступы, чем всю плоскость стенки коробки. Начинаю фрезеровать. И иногда получаются такие сколы при выходе фрезы на заднюю поверхность. Следующую заготовку буду фрезеровать с подкладкой из куска фанеры. И это предотвратит сколы. Субтитры подогнал «Симон» Перед сборкой слегка зачищаю шипы и пазы самодельным напильником из небольшой дощечки с наклеенной шкуркой. Потом фрезерую паз для донышка фрезой диаметром 5 миллиметров. Обратите внимание на прижимы, установленные в плоскостях. Они очень удобны и обеспечивают высокую степень безопасности работы. А теперь сборка. Сажаю соединение на клей ПВА. Для пущей прочности стягиваю коробочку струбцинами. И вот что получилось после покраски. Продолжение следует...